Он сожалеет о случившемся и просит публичные извинения у всех потерпевших. Также могу сообщить, что пока он находится в ИВС, кто-то создал в соцсетях его страницу и от его имени делает комментарий. Через правоохранительные органы мы добьемся того, чтобы уточним, кто это делает. И я надеюсь, следственные органы правильно оценят эти все комментарии. Но это имеет какое-то важное значение для дела? Это не имеет значения для дела, это только раздувание еще более широкое, провокационное какое-то. Я не понимаю, какой пятой колонии это может быть интересно, но это абсолютно точно не со стороны Пивнева, либо его родственников. Он будет ограничен в передвижении, ограничен в возможности общаться с кем-либо и будет иметь возможность учиться на дому. Потому что следствие, возможно, будет длиться долго и лишать его возможности учиться, я полагаю, это не совсем справедливо. Та информация, которая может быть, она может быть получена через законных представителей, которых я прошу не беспокоить. Либо через меня, как его адвоката. Я полагаю, что на следующей неделе будет официальный пресс-релиз создан, в котором он выразит в письменном виде свое мнение и отношение к содеянному. Скажите, где он все это время содержался? В изоляторе временного содержания. Это память полиции. Правильно? Можно назначить это отделение? Что говорят родители вообще? Ничего не могу пояснить. Родители тоже переживают, сожалеют о том, что случилось. И та информация, которая в прессе, что какие-то конфликты существовали в семье, они не соответствуют действительности. Никаких конфликтов не было. Виктор Владимирович, а как вы лично квалифицируете то, что он совершил? Я лично не могу давать комментариев. Но вы же на самом деле будете там... Я буду говорить о том, что мера пресечения в виде домашнего ареста, она достаточна для этой ситуации. А по статье? По поводу квалификации я ничего сообщать вам не могу, потому что у нас тайна предварительного следствия, которому мы подписку сделали. Поэтому свое отношение возможно в дальнейшем, когда дело будет передано в суд, не тот, который в настоящее время по мере пресечения, а который будет принимать решение о виновности или невиновности человека и принимать наказание. Тогда я смогу сообщить более подробно и эпизоды, и его отношения, и мое отношение, и просьбы к суду, которые мы будем высказывать по поводу наказания. Он сам вообще говорит, почему он это сделал? У него какая-то обида была на учительницу, она его выгнала из класса, да? Нет, прокомментировать эти моменты я не могу, так как это все относится именно к расследованию делу. Все подробности будут позже. Вреда заключается не только в оплате лечения, потому что вред причинен как здоровью, так и моральный, это физические нравства и страдания. Поэтому в любом случае вред причинен преступлением складывается из нескольких аспектов. Финансовые затраты на лечение, плюс моральный вред, который людям причинен. Костя, в родственниках? Это мой помощник. То есть мы правильно поняли, что родители готовы вот это же консенсировать, да? Родители готовы, и родители обязаны в соответствии с законом вести материальную ответственность за вред, причиненный их детьми. А уже родители видели с кем, с пострадавшими этим? Не могу вам пока пояснить это. Продолжение следует...